Колясочник заехал. Дальше все это выбирается. Колясочник стоит. Инженер Василий Бельский показывает, как работает подъемник в новой газельке. Водитель ставит автобус на ручник, потом сам опускает и поднимает платформу, на которую заезжает человек в инвалидном кресле. С любого места. С земли, остановки или пандуса. Грузоподъемность механизма 150 килограммов. Газели рассчитаны на две коляски, которые водитель фиксирует специальными ревнями крепежом в полу. Это нужно для того, чтобы кресло не каталось по салону и оставалось неподвижным в любых ситуациях. Люди с ограниченными возможностями таких автобусов ждут давно. Летом мы уже снимали сюжет о том, как трудно на инвалидной коляске попасть в общественный транспорт. Каждую ступеньку Татьяне и Александру помогает осилить сопровождающий. Вот, наконец, дождались моего автобуса. Дождались минут 40, может и более. Ну, дождались. И то мы попали на такой автобус, что оказался автобус в наших перелом. Тогда вопросом доступности общественного транспорта занималась прокуратура Сыктывкара. До суда дело не дошло. Еще летом в городе было только 4 специальных автобуса. Сейчас появилось 2 новых. Причем они только для людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Такие маршрутки один из перевозчиков столицы закупил впервые. Билет будет стоить, как на обыкновенном городском маршруте, 14 рублей. Если человек будет ездить постоянно, он может приобрести социальный проездный билет, который реализуется в городе. И тогда стоимость билета для него будет дешевле. Предварительный маршрут уже разработали. Осталось только зарегистрировать. На это уйдет около 20 дней. Потом всю необходимую информацию опубликуют в газетах и автобусы начнут курсировать по городу. Маршрут будет охватывать основные посещаемые места инвалидами. Это такие как поликлиники, это кардиоцентр, больничный городок, многие места, диагностические центры. Детская поликлиника номер 3, ЖД вокзал, поликлиника третья взрослая, детская вторая по коммунистической. Он будет кольцевой. Будут двигаться две газели, которые приобретены, обе в разные стороны. Газель будет ходить раз в час по точному расписанию. Причем по просьбе пассажиров водитель будет заезжать во двор или прямо к больнице. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова